В судебном процессе по убийству сотрудницы СИЗО Алены Порошенко прокуратура представила вещественные доказательства. Топор, нож, личные вещи обвиняемого убитые со следами крови, а также мешки, в которые мужчина предположительно спрятал фрагменты тела. Обвиняемый Василий Чемерис утверждает, что данные вещдоки не доказывают его вины. Эти пункты, я не знаю, где они их забрали. Сейчас мы снова посмотрим на эти пункты. Эти пункты вообще не нравится. Эти пункты вообще нет. На днике я не был. Эти пункты я не был ни где. Эти пункты я ездил сюда, на Собородский суд. Что они предъявили? Какая кровь? Сегодня суд рассматривал речевые доказательства, которые были наданы сторонами обвинения за клопотание стороной защиты. Углянул в судовом заседании еще одну заяву моего подзахистного, что к отводу к складу коллеги. Фактически рассматривал справа уже на завершенном этапе. Залишились допыть свидетельства стороной защиты. И с осуществлением обстоятельств по справе и переходим к судовым дебатам. Напомню, убийство сотрудницы Одесского СИЗО произошло в августе 2017 года. Тогда рецидивист Василий Чемерис задушил и разрубил топором. Алену Порошенко в хоздворе изолятора. Обвиняемый признался в содеянном, но утверждает, что убийство было заказным. Якобы сотрудник СИЗО с еще одним сидельцем угрожал его семье, вынуждает совершить преступление, чтобы сменить руководство учреждения. Следующее судебное заседание по этому делу состоится 27 февраля. Продолжение следует...